Здравствуйте! В эфире Дефакто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Правовая поддержка населения. Прокурор Гомель ответил на вопросы горожан и провел консультации по обращениям. Украшение стихии. В Хонинском районе на этой неделе ликвидировано очередной пожар в экосистеме. Трагедия на воде. На озере Святое из-за столкновения гидроцикла с моторным катером погиб мужчина. А также аварийный июнь, автокатастрофа под Гомелем и статистика ДТП за первый месяц лета. Не переключайтесь, впереди горячее происшествие недели. В общественной приемной Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» состоялся прием граждан по волнующим вопросам. На этот раз вникал в проблемы людей, давал рекомендации прокурор города Гомеля Сергей Зайцев. Вопросы, с которыми обращались люди, касались объективности решения органов исполнительной власти, справедливости судебных приговоров, в пути их обжалования и обоснованности правоохранительной практики. Встречались жалобы на работу правоохранительных органов, имели место вопросы по разрешению проблем, связанных с долгосрочной невыплатой заработной платы. Среди тех, кто записался на прием к прокурору, в основном гомельчане, но были и жители районных центров. Как сказал Сергей Зайцев, практика проведения подобных приемов на базе Гомельской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» будет расширяться. Прокуратура идет на контакт со всеми, будем говорить, зарегистрированными общественными организациями, политическими партиями. Я думаю, что это в интересах всех наших граждан, и мы будем постоянно осуществлять подобное сотрудничество. Продолжение темы. В конце прошлой недели в стране отметили День работников прокуратуры. В независимой Беларуси этот праздник был установлен указом президента в 1998 году, а в 2007 был принят новый закон о прокуратуре Республики Беларусь, который, воплотив лучшие традиции всего исторического развития Беларусской прокуратуры, определил роль и принцип ее функционирования в современном государственном механизме, характер и основные направления деятельности. Наши корреспонденты побывали на торжественном собрании работников прокуратуры Гомельской области. На праздничном мероприятии, приуроченном к 93-й годовщине со дня образования органов прокуратуры Республики Беларусь, почти весь личный состав прокурорских работников. Все они профессионалы своего дела, обеспечивающие защиту законных прав и свобод граждан. Для меня прокуратура – это стержень соблюдения законности. Я полагаю, и для нынешнего поколения эти слова не просто звук. И, как всегда, наших прокурорских работников всегда отличает профессионализм, высокое чувство ответственности, доброжелательное отношение к людям. Многие наши граждане всегда видели и видят в прокуратуре последнюю инстанцию по защите своих законных прав. Прокуратура Гомельской области всегда была в передовых рядах по соблюдению законности в Республике. По оценке прокурора Гомельской области Сергея Аземши, сегодня коллектив прокуратуры представляет собой сплоченную команду квалифицированных юристов, за плечами которых судьба людей и большая ответственность. Вот уже на протяжении последних пяти лет по основным показателям работы наблюдается положительная динамика. В 2014-м работниками прокуратуры Гомельской области было проведено около пяти тысяч проверок. В суд передано почти 40 материалов по делам коррупционного характера. В этот праздничный день поздравляю всех сотрудников органов прокуратуры Гомельской области, других областей Республики Беларусь с нашим профессиональным праздником. Желаю всем счастья, здоровья, удачи, творческих успехов. Поздравляю ветеранов прокуратуры, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Желаю им долгих лет жизни, счастья, удачи. Всех с праздником. Во время праздничного собрания не остались без внимания и те, чья работа была положительно оценена руководством Генеральной прокуратуры Беларуси. Почетные грамоты, благодарственные письма, награды и премии получили несколько десятков работников. Второй крупный пожар в экосистеме был ликвидирован на этой неделе на территории Гомельской области. Как и в начале лета, горели леса и кустарники в Хоникском районе. На этот раз всего в 30 километрах от райцентра и в двух от деревнях Войная Поляна. За несколько дней огонь прошел территорию в 90 гектаров. Очаг возгорания был зафиксирован в понедельник и оперативно на ликвидацию чрезвычайной ситуации было брошено максимальное количество сил и средств спасателей. К тушению пожара подключились лесники. С воздуха ситуацию контролировали несколько вертолетов Ми-8. При помощи навесных устройств они доставляли воду из ближайшего водоема. Земли со стихией боролись десятки расчетов. Производилась опашка территории. Благодаря этому за сутки с огнем удалось справиться на 90%, а в течение двух дней полностью ликвидировать пожар. Руководство подразделениями МЧС осуществлял министр по чрезвычайным ситуациям. Как и в предыдущий раз, причина возгорания – человеческий фактор. Серьезные объекты удалось отстоять. И буровые девушки, и населенные пункты. Поэтому еще раз хочется обратиться к населению, чтобы все-таки надо беречь нашу природу, чтобы потом не тратить огромные силы и самые главные средства. Тем более, как правило государства, лишних денег в стране нет. И здесь надо бережно к этому относиться. Между тем, на Украине, согласно данным, от 1 июля сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС горят леса и сухая растительность. Площадь возгорания – 130 гектаров. В ликвидации пожара принимают участие 113 человек и 24 единицы спасательной техники. Ситуация осложняется еще и тем, что болотистая местность не позволяет направить технику непосредственно к очагам возгорания. Сегодня сообщается, что пожар украинскими спасателями локализован. По данным метеорологов, повышение радиационного фона на территории Гомельской области из-за пожара в Чернобыльской зоне не регистрируется. 7 кубометров пиломатериалов сгорело на предприятии по деревообработке Ельского лесхоза. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в понедельник примерно в 16 часов. На место происшествия было направлено 4 автоцистерны и спецтехника. Когда спасатели прибыли на место происшествия, кровля цеха по деревообработке уже горела открытым пламенем. Пожарным удалось локализовать возгорание через 30 минут, а полностью его ликвидировали лишь через час. Руководство организации сейчас подсчитывает убытки. В результате пожара было уничтожено 7 кубометров пиломатериалов, деревообрабатывающий станок и повреждено помещение. Пострадавших нет. Однако работниками МЧС удалось спасти соседнее здание пилорамы. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В Рогачевском районе на озере Святое водолазы подняли тело утонувшего работника местной базы отдыха. Напомним, в субботу на водоеме произошло столкновение моторного катера и гидроцикла. Пассажиры последнего, включая водителя, получили серьезные травмы, а судоводитель катера выпал за борт. И на протяжении пяти дней водолазы освод из-за сложных условий работ не могли его обнаружить. Наши корреспонденты изучили подробности. Столкновение двух маломерных судов для небольшого озера – святое событие из ряда вон выходящее. Не только ввиду небольших размеров водоема, но и в принципе. Всего на момент аварии на озере находилось три маломерных судна. Двум из которых, двух квадратных километров водной глади, не хватило, чтобы разминуться. Водным мотоциклом управляла 27-летняя женщина. В процессе разворота она врезалась в моторный катер. От удара и она, и двое пассажиров водного мотоцикла получили рваные раны ног. А судоводитель моторной лодки упал в воду и утонул. Мужчина находился без спасательного жилета. Причинами данного происшествия послужило нарушение пункта 16 правил пользования маломерными судами и правил плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь. А именно, владелец гидроцикла передал в пользование гидроцикл лицу, у которого не было права управления маломерным моторным судом с мощностью двигателя более 5 лошадиных сил. На момент аварии в моторном катере помимо водителя находился еще один мужчина. Придя в себя после удара, он помог выбраться из воды травмированной женщине пассажиру гидроцикла. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу. По предварительным данным, гидроциклом управляла женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения женщина, которая управляла гидроциклом, получила телесное повреждение в виде перелома голени. Двум ее пассажирам, мужчине и женщине, были причинены телесные повреждения в виде резаных ран и ушибов. Работы по поиску утонувшего судоводителя катера закончились лишь в среду вечером. На протяжении пяти дней водолазы освод прочесывали дно Святого озера, осложняли работу ограниченная видимость и большие глубины. Хотя по своим размерам озеро Святое и небольшое, его ширина 600, длина 650 метров, но это озеро имеет глубины до 10 метров и бьют ключи на дне озера. Высокий уровень сопропелли 1,70 метра и температура воды 4,6 градуса. По факту произошедшего управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Трехминутное удовольствие от скоростного заезда может обернуться долгими месяцами судебного разбирательства. Не менее опасно было на этой неделе и на дорогах Гомельской области. Несколько аварий с пострадавшими и ДТП со смертельным исходом. На участке автодороги Гомеля граница Украины в результате лобового столкновения погибло сразу два человека. Всего же за июнь месяц в Гомельской области сотрудниками ДПС было зафиксировано 245 дорожно-транспортных происшествий. 53 человека в них погибли. 248 получили травмы различной степени тяжести. Автокатастрофа унившая на этой неделе жизни сразу двух человек произошла на участке дороги, ведущей по направлению к городку Бобовичи. 25-летний водитель автомобиля Шкода выехал на встречную полосу движения и врезался в Мерседес. От удара Шкоду отбросило в кювет. Автомобиль получил настолько сильное повреждение, что с виду трудно даже было определить его марку. Водитель Мерседеса был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В результате данного дорожного происшествия водитель скончался от травм уже в реанимации в районной больнице, а пассажирка, молодая девушка, скончалась на месте происшествия. Водитель Мерседес Бенз был также госпитализирован, но травмы его совместимы с жизнью. Для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и причин его возникновения на место выехали в составе оперативной группы эксперты Государственного капитала судебных экспертиз. Они обследовали элементы дороги, следы торможения обоих транспортных средств, зафиксировали механические повреждения, а также обследовали труп девушки, который был доставлен в морг. На сегодня все. Смотрите программу «Де-факто» по четвергам и пятницам на телеканале «Беларусь-2». И берегите тех, кто вам дорог. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова